я приветствую всех кто заглянул на мой канал приветствую всех своих подписчиков тех кто сегодня новенький и в своем виде я сегодня расскажу вам дорогие друзья о тех ошибках или о той самой главной ошибки которые делают цветоводы когда черенкуют пеларгонию и так посмотрите перед вами два куста пеларгонии вот один куст пеларгонии вот это мой куст которые я выращивала на горохе и вот куст белый филаргонии которые я купила в эти выходные на рынке она у меня уже пересаживаем она была в стаканчике кстати у меня есть видео про это что можете посмотреть Я рассказывала и показывала о том, как я пересаживала и почему я пересаживала. Итак, вернемся. Какую же главную ошибку делают цветоводы при черенковании? Представьте себе, что ваши черенки в Беларгоне уже пустили корешки. И вы отправляете ее уже на постоянное место жительства. Или на временное. Скорее всего, на временное. А кто-то и на постоянное. Поэтому, вот я показываю, как нужно делать правильно. Итак, первое. Вот, смотрите, мой куст Беларгонии. Давайте заглянем внутрь него. Видите? Вот здесь вот. Неплохо видно. Вот здесь вот, мои ребята. Вот здесь вот. Вот здесь вот. Да? Где-то сантиметра два-три от земли. Я у своей Беларгонии убрала верхушечку. И, смотрите, вот он результат. Видите, какая она красивая, пышная. Да? А вот вам Беларгония, которую я купила на рынке. Посмотрите, какая здесь вот ножка. Она оголенная. Да, здесь были сухие листья такие. Я уже их убрала. Так. Так вот. Вот эту Беларгонию, я вам говорю честно, никто ей верхушечку не прищипывал. По чем я могу это видеть? Вот посмотрите. Вот он, стволик основной. Вот он идет, идет. И идет в эту сторону. Видите? А вот этот вот череночек, вот этот череночек, так, он пошел уже и сбоку. Вот, посмотрите, здесь опять идет один черенок. Вот. Видите, вот он, отросточек такой сбоку. Вот он, вот он маленький, да? Вот. А вот здесь вот голое место. Поэтому вот здесь была и допущена ошибка. Надо было вот на этом уровне, вот на этом уровне, видите, вот на этом уровне обязательно прищипнуть. И тогда этот вот куст был бы таким, как мой. Конечно, листьев у него бы не было таких, как вот здесь у меня. Видите, вот они какие. Вот, жирные, откормленные и большие, да? Но все-таки куст бы был правильно сформирован. Поэтому вот, пересадив вот эту пеларгонию, да, я, конечно же, не ставила перед собой цель сформировать правильный куст. А ставила собой цель, чтобы немножко ее укрепить и дать возможность вот этим вот двум отросточкам подрасти и их почеренковать. О том, как я буду черенковать, я в одном из своих видео покажу. И я покажу, что я буду оставлять вот на этом кустике. Потому что его я тоже не буду выбрасывать. Таким образом, еще раз повторяю, посмотрите на вот эти два куста. Вот один куст, правильно прищипленный, и второй куст, который вообще не прищипывался. Представьте, если я его вот здесь вверху не прищиплю, то вот так вот эти две рогатины и будут. Показываю еще. Вот, посмотрите, вот у меня куст, который правильно я прищипнула. Так, он уже у меня собирается зацветать. Вот, и вон какая пышность, да. Остается только порадоваться и позавидовать такому кусту. Поэтому, ребята, вот вам конкретный пример, как правильно нужно делать формировку своего растения маленького. Вот когда я буду еще потом... Даже вообще-то, знаете, не то что когда, а у меня есть на канале такие ролики, где я показываю, как правильно прищипывать пеларгонию. Поэтому можете зайти и посмотреть. Вот. Если понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, чтобы видеть больше. Всем крепкого настроения. Сегодня 1 сентября. Осень на улице. Золотая. Здоровья вам, радости и удачи. Берегите себя, своих родных и друзей. Пока-пока.